У вас у всех тушечницах черных у меня на тарелочке, и я совсем немножко беру туши, на самый край. В Японии вот цвет, который сейчас получился на салфетке, японцы бы назвали его цветом супа-бульона для особы. Здесь в России, наверное, это будет какой-нибудь, что, чечевичный или бобовый суп. И после этого я вот вместе с водой смешал тушь так, чтобы вся кить была в туши. Когда у меня много туши на кисти, когда я выбрал много, тогда вот кисть приобретает свою изначальную форму. Если я буду вот такой кисточкой начну рисовать, то тушь начнется как бы расходиться. Немножко я снимаю лишнюю влагу. И вот если я уже снял немножко лишнюю влагу, опять-таки нажимаю, да, вот так вот, а палитру, то тушь приобретает угол 45 градусов. И вот если я буду писать кистью вот в этом состоянии, то уже у нас, соответственно, и угол меняется, и форма меняется. Если я снять еще больше влаги, то форма кисти меняется еще сильнее. И если я вот такой кисть чипешу, то получается у нас такой как бы сухой, что ли. То есть, когда мы можем, да, вот так вот посмотреть и оценить, каким образом у нас будет расходиться за тем тушь, и какой у нас получится. Это просто знак, что ли, да, написанная картинка. В зависимости от того, под каким углом и как много мы набираем влаги. Как правило, используют вот этот вот тушь в том состоянии, когда вот нам удается написать среднее. Когда мы хотим, как бы, нашли такую сильную картину, тогда мы используем вот третий нижний вариант. Когда мы хотим создать мягкую картину, мягкую картинку, тогда мы используем верхний вариант. Сейчас я буду рассказать о том, о количестве избираемой туши при разных вариантах. Вот сейчас у нас тушь в партии кисти распределена. Если я немножко набираю тушь только на край, на конец кисти, соответственно, он становится темнее, насыщнее. И места, где я провожу, проходят, соответственно, кисти, концом кисти, вот они, да, на следующий конец. И таким образом мы можем использовать, вот мы можем создавать абсолютно разные рисунки, подчеркивать какие-то детали, вот с помощью разницы, которая создает наличие большого количества туши на концепте и малого уоснования. Если я там буду вставать, да, у нас уже хорошо получается. Можно немножко добавлять в водички, если там уже подсохло. Если мы, к примеру, таким образом рисуем отрывисто. В Суибокуге, в Суибокуге есть один из способов, как рисовать это, когда вы сначала продумываете, какой вы элемент хотите рисовать, и затем вы его, вот уже строго тому, что у вас есть экологически. Ну, а второй способ, уже, наверное, все догадались, да, это когда вы сначала что-то рисуете, а затем вы уже смотрите и догадываетесь, да, думаете, с чем это у вас ассоциируется, и дальше дорисовываетесь уже. Да, это будет сложно, да, будет сложно мне догадаться, что здесь можно сделать, а вот так надо, да. Вот так надо, да. Так, вот так надо. Да, это будет нис. Это нис. Так, попробуем белочку изобразить. Казахстанец. Казахстанец. 通告案が出来ます。 ありがとうございます。 通告案のなかなか… Субтитры сделал DimaTorzok 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 но вот именно за счет того, что мы можем использовать абсолютно разные техники и главное, свое воображение. Мы можем создавать самые разные портины. Вот техники Синьесу и Бокуга, они в течение двух тысяч лет сохраняются в неизменном виде. То есть это никаким образом не изменено и не было никаких попыток изменить тем, чтобы человеку было просто рисовать, чтобы упрощить каким-то образом. Как было сложно, так это остается. То есть когда тушь создает, у нас получается сама какой-то элемент, мы должны это принять, осознать и уже домыслить каким-то образом. Таким образом у нас осуществляется некий диалог с тушью, с картинкой. И вот это тоже одна из, мне кажется, очень приятных вещей в искусстве Синьесу. Сегодня, получается, это для меня последний, ну, наверное, для вас тоже последний урок, да, мастер-класс по Синьесу, и поэтому сегодня я бы хотел постараться именно, то есть это очень наше и ваше внимание вот на этой сложной особенности, связанной с мышлением, с воображением. То есть у нас нету здесь черновиков. То есть мы сразу будем начистоти. И вот линию, которую мы рисуем, да, изо всех сил, она как бы такая, она наполненная жизнью и энергией получается. Да, когда у нас такая рука, и сознание расслаблено, такое оно мягкое и крюлое, тогда у нас навряд ли это будет похоже на какую-либо картину. Да, это будет похоже на какую-либо картину. То есть это будет похоже на какую-либо картину. Сейчас мы подчеркиваем изменения, да, в различии между насыщенной частью и ртузкой. Я думаю, что я буду ставить птичку, где голова, что будет головой у нас, скажите мне. Как это будет у нас? А, вот это. Вот это я сделаю головой. Я бы даже так сказала, что у нас у всех как бы в сердцах находится. И главное немножко все пытаться это перевести из ловкости головы и пофантазировать немножко, тогда все получится. М-м-м-м, вкуснее, хана, да, хана. Это, наверное, все-таки село, говорит. Хорошо. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok вот я и для разбавленных такими только кончик опускаю ну я снимаю не разбавлены по краям 13 14 15 20 23 25